Как я сказала вчера, я смотрела интервью с Фёдором Емельяненко, где он охарактеризовал свои отношения с Александром, вы уж точно это слышали, видели, где он сказал, что для меня этот человек мёртв. Свои отношения он охарактеризовал из писания, из Евангелия о блудном сыне. Но я не буду эту притчу рассказывать о блудном сыне, кто захочет, посмотрит. Я к чему? К тому, что он не имел в виду, что для меня Александр мёртв. Он имел в виду в духовном плане Александр мёртв. Но журналисты раскидали по заголовкам жёлтым вот это Александр мёртв. Даже в духовном плане мы не можем сказать, что он мёртв. Как можно сказать в духовном плане? В духовном плане, что он... Сейчас объясню. Всевышний прощающий. Да, конечно. Прощающий. Господь сопрощающий, конечно. Да, прощающий. Мы не можем... Так, слушай, он может через год, он может быть религиознее вас и религиознее меня он может стать. Всевышний. Он имел в виду, что он сейчас вот в таком упавший, духовно упавший. Его грехи, мы же не будем перечислять, его грехи. У всех есть. У всех они есть. Но мы духовно не упавшие. Он не имел в виду, духовно? Но мы не упавшие. Мы можем сегодня упасть, завтра подняться. Да, мы все грешны, но если мы будем думать, что все там мертвы духовно, то, блин, как мы будем жить? У нас всегда должна быть надежда на прощение. Конечно, до самого последнего сока. Я уверен, что и у Саши есть надежда на прощение. Я уверен, что и он говорит, к Богу обращается. Мы не можем говорить, что он духовно там мертв. Он духовно мертв будет, если он скажет, я не верю в Бога, я не верю в это. Он мертв. Тогда он мертв духовно. А пока он верует в Бога, он не духовно не мертвый человек. То есть он не прав в этих словах? Я не поддерживаю. Вообще я вот это, я написал там комментарий у Александра, когда увидел вот это, его ответ Федору. А потом удалил этот комментарий. Потому что я подумал, ну, я не должен там сейчас публично там между братьями там попытаться там какое-то свое мнение оставлять. Да, это личное. А не братья, да, это их личное. Но я считаю, братья не должны выносить это на всеобщее обозрение. Братья должны стерпеть, принять, проглотить там, попытаться исправить. Ну, брат никогда не должен отчаяться в своем брате, в своей сестре, там, в своей матери, отце, там. Он всегда должен. Так он на то и брат. Я думаю, что он его примет, все равно как-то придет вот это единение и внутренняя перемена их двоих. Я надеюсь, они, конечно, я надеюсь, что они сблизятся. А после того, как после такого, когда сближаются, то это очень крепкая, очень крепкая связь бывает. Я надеюсь, у них будет очень крепкая связь. Да, и в будущем они будут жить часто. Я все же таки считаю, когда брат, там, два родных брата, порозень, там, и так далее, я не могу сказать, что это счастливые люди. В любом случае, ты должен найти подход к своему брату, ты должен, ну, как-то, я не знаю, если, как ты можешь, ты должен, ты должен быть последний, кто согласится с тем, что он духовно, там, мертвый. Ты должен быть последним. Да и вообще ты не должен согласиться с этим. Ты должен сказать, нет, он не мертвый, он, он, в нем есть, я знаю, в нем, ты, ты же знаешь, что... В любом случае, ты знаешь его положительные качества, ты знаешь его плюсы, он не вырос минусом, у него были положительные, ты же его любишь, ты же любил его, обнимал его, значит, у него есть плюсы. Найди ему оправдание, найди, помоги ему. Я считаю, все же такие, я не хочу лезть в его отношении. А что вы написали? Я написал, что ты живой, ты еще более живой, чем тот, который назвал тебя мертвым, я скажу. И на то он и старший брат, чтобы принять, понять тебя, вот там, где другой тебя не поймет и не примет. Вот я не представляю, что мой старший брат, да, мой родной брат, мой родной, мое сердце, моя кровь, он мне, он вот отчаится во мне. Как ты можешь? Вытащи меня. Там, где я уже утонул, там, где все меня бросили, на тебя надежда, брат, ты меня вытащи, ты же мой брат, ты же моя кровь. Не бросай меня, даже когда все бросили. Вот об этом я говорю. Я хочу, чтобы у них все было хорошо, вот честное слово. Я хочу, чтобы у Саши и Федора, чтобы они у них были братские, самые крепкие отношения. Я написал, я удалил, я не должен я лезть, вот да, ладно, они вынести на всеобщее обозрение. Я решил, не должно быть моего мнения тоже, вот на всеобщее обозрение, ты прав или ты не прав. Это такие интимные вещи, и они должны все-таки сесть и сами. Да, не буду лезть, да, не буду лезть. Кроме того, что сказать, я надеюсь, что вы будете близки в скором будущем. Больше я ничего не могу сказать по поводу этого. И не хочу. Отлично, отлично. Вот на этом мы и закончим. Ваша очень хорошая золотая слова сказала. Спасибо, Оксана.